Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами находимся в Швейцарии у моей подруги, бывшей клиентки, которая стала сейчас для меня подругой. И мы сделаем с вами 4 расклада, стоит ли менять мне работу. Посмотрим старую работу и посмотрим новую работу. Какая из этих двух работ лучше. Будет всего 4 варианта расклада. Подумайте, какую позицию выберете. Но я всегда предлагаю посмотреть все 4 варианта, потому что один из них обязательно с вами срезонирует. А может быть у вас в ней предложение не только одна работа, а 4 варианта. Поэтому смотрите все 4 варианта. Итак, мы сейчас начинаем делать с вами первый расклад. Мы просматриваем сейчас первую работу, а потом посмотрим вторую. Выложим карты. И вторая работа новая. Посмотрим, что же у нас здесь. Так, ну что. Могу вам сказать, на вашей работе раньше все было прекрасно. Вот по картам все вижу, что было хорошо. Хорошая, спокойная обстановка. Вовремя выдавали зарплату. Но какие-то нелады с руководством. Вот именно с руководством. Хорошее было, хорошее отношение с вашими сотрудниками. Но вот руководство что-то может быть ущемляло. Может финансы недодавало. Вот что-то такое, да. Здесь показывают карты. Вы очень любите работу. Любили, любите свою работу. Но тут или набирали новых сотрудников. Вас не спросили. Вот что-то как будто бы за спиной вашей сделали. Или новые сотрудники. Или вас переместили на другую должность. И у вас сейчас такое подвешенное состояние оказалось. Вы вот в таком положении, да. И четверка мечей говорит о том, что какой-то отдых. Может тайм-аут. Вам предложили взять, или сказали подумать, или уйти. Вот такое ощущение, что вас как будто бы хотят, чтобы вы ушли с этой работы. Хотя я вам хочу сказать, если вы сами не захотите, вы никуда не уйдете. Хорошая работа. Надо немножко подождать, перетерпеть вот этот период. Но давайте посмотрим, что новое на новой работе вас может ждать, которую вам предлагают. Ну, смотрите, здесь и поддержка семьи. Семья говорит, и подруги говорят, переходи, переезжай. Работа связана с поездками, с переездами, с перемещениями. Денег будет больше на этой работе, на второй. Но все не так просто. Здесь карта дьявола идет. Вас попросят. Вам придется эти деньги отрабатывать. Ну, очень, очень. С вас три шкуры сдерут, чтобы вы отработали эти деньги. Просто так бесплатно сыр бывает только в мышеловке, однозначно. Ну, карта правосудия говорит о том, что вы еще должны взвесить. Вы знаете, к чаше весов. Что лучше? Стоит ли переходить? Стоит ли шила на мыло обменять или не стоит? По итогу могу показать вам две карты. Видите, разбитое сердце и карта победителя. Здесь такое двоякое. Да, вот чаша весов показана. Ну, давайте даже три возьму. Чаша весов. Вот она, да. На одной чаше лежит разбитое сердце. На второй карте карта победителя. Что это значит? Вот вторая работа. Если первая, она более спокойная и более понятная, где вам все понятно и все известно, да, то вторая, здесь очень много подводных течений, камней. Вам будут платить здесь деньги, да, но здесь, во-первых, как я вам уже сказала, три шкуры с вас сдерут. И столько будет неприятностей на работе, что вы очень сильно будете переживать и будете тосковать по первой работе. Хотя вот финансовая, финансовая сторона здесь будет получше. Но я не думаю, что она будет вас удовлетворять чисто по-человечески. Поэтому мое личное мнение, я думаю, что стоит остаться все-таки на этой работе. А там, конечно, если вам все равно, да, на какие-то душевные переживания, морали какие-то, да, вам самое главное деньги, тогда это вторая работа. И давайте посмотрим, карта, какая подсказка, что будет, что здесь идет, что подскажут карты. Разрушенная башня, разрушенные стереотипы. Смотрите. Ну, я думаю, что вы уже приняли решение. По этой карте принято уже решение. И, скорее всего, вы уже или написали об увольнении, либо вы уже все разругались на первой работе. Потому что карта, разрушенная башня, вы уже жирную точку поставили на прошлой работе и будете переходить. Это уже тут понятно по этой карте. Так, давайте сейчас мы соберем первый вариант и посмотрим второй вариант, что у нас здесь. Итак, второй вариант. Второй вариант, мы смотрим. Первая работа, на которой вы сейчас находитесь, да. И вторая работа, которую вы выбрали. Или, может, хотите перейти, или, может, вас зовут туда. Вот, связанная с переездом, с перемещением каким-то. Может, командировки, да. Так, ну, вот тут, смотрите, все завязано, опять-таки, на финансах. Здесь финансовая сторона. Могу сказать, что вы кормилиц, поилиц, и вам надо зарабатывать на семью. Вы обеспечиваете семью, это четко по картам видно. Сейчас, в данный момент, вы терпите какие-то потери, постоянные потери. Теряете. Здесь еще показано, знаете, может, вы кредит или ипотеку должны отдать, финансово что-то должны отдавать. Да, и вы чувствуете, что финансово ваша сторона нестабильная стала. Денег не хватает на семью или на выплаты кредитов, ипотек. И вот эта карта тоже говорит о том, что вы не знаете, что вам делать, ищите пути, выходы, что сделать. И карта король Пентакли здесь, и тост мечей идет, четверка, вернее, извиняюсь, семерка, чаш идет, неудовлетворенность такая, когда вам выбирать приходится много. Но вы понимаете, что все это не то. Здесь однозначно по работе вы несете какие-то финансовые потери, или вам не получают, вы много работаете, но вам не дают эти финансы, понимаете. Вы не дотягиваете, чтобы обеспечить семью и все остальное, потери, вечные потери. Что не сказать о новой работе. Новая работа будет тяжелая, будет сложная, но очень интересная. Новая работа связана с какими-то поездками, командировками, перемещениями. Смотрите, о ней не надо распространяться по карте подписок, говорит, надо молчать, и о ней в секрете держать. Но вот ту спинтакли говорит о том, и тем более это заключительная карта, что эта работа вам принесет очень много прибыли, достатка, финансового благополучия. Она будет интересная, она будет вся в поездках. И по всей вероятности здесь будет женщина-начальница, вот идёт женщина-начальница. Хорошая работа, переходите. Вот это вот я вот советую вам лично от себя, от души. И давайте посмотрим сейчас карты советчики, что нам скажут. Так, карта звезды. Звезд или звезда. Это вторая работа вам будет как награда за то, что вы пережили с первой. Однозначно здесь нужно уходить. И тем более, что это надежды, мечты, исполнение желаний. Вот вы долго ждали, искали эту работу, и она обязательно будет у вас. Это именно та работа, то, что вам нужно. Переходите однозначно. Это, знаете, как два часа до рассвета, да, за карта звезды. Ещё пару часов, и будет солнце, и будет солнце. И это будет исполнение желаний, всех ваших мечт. Всё будет замечательно. Переходите и будьте спокойны. Вторая работа вам принесёт много радости и финансового благополучия. Сейчас мы с вами соберём этот расклад. И будем делать третий расклад. Итак, все, кто загадал третью позицию, мы с вами делаем третий расклад. Это первая у нас работа. И сразу выпало солнце, отшельник, рыцарь Пентакли, король пубков. Так, король мечей. В это мужской коллектив просто здесь выпадает. Смотрите. Вторая работа. Тут сразу тупик, тупиковая ситуация. Десятка, жезла, прозручная башня. Так, немножко неправильно я с тобой раскладываю. Так, ну что могу сказать? Третья позиция. Вот работа, на которой вы работаете. Она приносит радость и счастье. Большой хороший коллектив. Много мужчин, много сотрудников. Вы себя, правда, чувствуете как отшельник. Да, ну это ваши уже психологические моменты. Это ваши уже какие-то эмоциональные, может, критерии. Не знаю. Но эта работа доставляет вам радости. Почему вы хотите уйти, тоже непонятно. Вот карта выбора здесь идет. Вы любите свою работу. Может быть, какие-то мелкие неприятности. Или вам предлагают работу, которая лучше будет. Но я не советую. Карта семьи вас не поддержит, если вы уйдете на другую работу. Карта семьи, здесь поддержка семьи идет. И дама Пентакли. Это может быть, не знаю, может быть, начальница или помощница. Это сотрудница. Тут больше мужского коллектива показано. Есть и женщина, подруга. Все относятся к вам абсолютно лояльно. Я не вижу с их стороны зависти или злобы. Нет. Хотя вот по карте отшельника, говорит, что вы себя чувствуете как-то как-то не в своей тарелке в этом коллективе. Ну, тогда нужно вам пересмотреть именно свои какие-то позиции. Нет, работа довольно-таки неплохая. Посмотрим теперь на работу, которая может быть. Здесь однозначно двойка мечей. Тупиковая ситуация. Десятка жезлов. Тяжелая работа. Карта разрушенная башня. Пятерка Пентакли. Безденежье. Девятка чаш. Это присыщение. Это вот такое опьянение дурманище, которое, возможно, это иллюзия об этой работе. Карта звезды. Ее еще нужно подождать. Хотя вот здесь еще показывают Тускулков и карта мага. Может быть, вы хотите заняться своим каким-то любимым делом, который не будет приносить доходов. Вот, допустим, вы свободный художник или музыкант. И вам плебать на деньги, да? И вы хотите, как волк-одиночка, писать картины или там музицировать, да? Или читать стихи. Работа, которая не приносит денег абсолютно. Но за это... Ну, это будет любимая работа. И, как говорится, ну, не приносящая финансы. Семья не поймет вас. Нет, это не та работа, на которой он должен серьезный человек заниматься. Вот эта работа действительно хорошая. Сотрудники, здесь все нормально. И если вы не находите общий язык с сотрудниками, то причина не в сотрудниках, а в вас. Это я вам точно говорю. Переходить смысла не вижу. Потому что сначала, как говорится, радость радостью, когда финансов не будет, нечего будет есть и одеваться и все остальное обуваться. Вы поймете, что эта работа не будышняя. Теперь посмотрим карты-подсказчики. Карта-подсказчики звезда. Звезда – это награда за то, что вы долго ждали. Это исполнение желаний, это награды, ну, еще, может быть, знаете, два часа до рассвета, скоро солнышко, скоро все наступит. Потерпите немного, я все-таки считаю, первая работа, может быть, и какие-то временные трудности, да. Или вы думаете, что ваша работа не оценена, или вы как-то вас не посмотрели, не оценили. Нет, вас оценят, вас видят, вам выплатят, если не платят, обязательно. То есть вы востребованный работник, и здесь я не думала, что нужно будет менять работу. Вот такие вот карты, вот такие советы от этих карт были в третьей позиции. И давайте сейчас мы посмотрим четвертую позицию. Итак, все, кто загадывал четвертую позицию, мы с вами делаем четвертый расклад. Просматриваем первую работу. И тут же посмотрим вторую работу, новую, на которую вы хотели бы перейти. Думайте о другой работе. Смотрите, все очень сложно. На этой работе, в которой вы работаете, я уже, честно говоря, не вижу смысла оставаться. Здесь очень много обмана, очень много обещаний, но не выполнения. Вот все, что вам обещают, но не исполняют. Вы очень хороший сотрудник, очень хороший работник. Вы всегда учитесь, всегда трудитесь. Знаете, восьмерка Пентакли всегда это характеризует человека довольно-таки трудоспособного, который хочет сделать. Он пытается, он старается, он полностью, целиком и полностью поглощен этой работе. Да, и вы хотите получить то, что вы делаете. Но вы перебиваете с копейку на копейку, не дают. Здесь идет еще карта Крадника. Вот эта карта всегда, вот у меня семерка мечей, всегда идет как карта Крадника. Может быть, у вас здесь порченные дела, и нужно их снимать, очищать. Это однозначно. Королева мечей или, знаете, королева Биг в 36-ти картах всегда обозначает у меня порчу. Тем более, что вот так две вместе карты, это уж точно какая-то женщина постаралась и сделала вам Крадник, перекрыла дороги и пути. Но работа не та работа, не ваша. Здесь порченное место, нехорошее. Кормят завтраками, завтра-завтра не дадут ничего. Не дадут. С хлеба на воду здесь будете перебиваться. Нехорошая карта. Что касаемо следующей работы, знаете, подвешенное состояние. Может, вам обещают эту работу, но вы до сих пор не можете ее получить. И здесь какие-то потери. Вам от чего-то надо отказаться, чтобы работать. Еще четверка мечей, вы должны что-то ждать. Понимаете, может, вы и нашли работу, но там вам постоянно говорят, подождите, придите завтра. Мы подумаем, подождите. Вот какие-то заторы идут по поводу этой работы. Хотя сама работа очень хорошая, позитивная. Тут хороший коллектив, хорошие сотрудники. Вам будет комфортно, хотя финансов я здесь не вижу, но хороший коллектив. Опять, смотрите, здесь и потери, и подвешенное состояние. И карта четверка мечей, вот они первые идут, говорит о том, что точно здесь порченные дела. Здесь все дороги, пути у вас перекрыты. Вот как отрезано, понимаете? Отрезается этот путь. Но здесь, по второй работе, я могу вам сказать, здесь выпала очень хорошая еще карта, четверка жезлов. Это всегда, когда вы идете на работу, как на праздник. Это когда вас принимают, как дома. Вот радушие, вот по второй работе, переходите с первой. Вот мой вам совет, переходите, здесь вам будет эмоционально намного лучше. Хотя вот финансов не вижу, но это нужно снимать кратник, это уже дело не от работы зависит. Давайте еще карту подсказчика, мы посмотрим, что у нас здесь. Это у нас, смотрите, 21 аркан. Очень интересная, красивая карта, я просто рассматриваю ее. Смотрите, какая необыкновенная. Это карта мир и гармонии. По итогу, ребята, все у вас будет прекрасно, даже больше того, чем вы ожидаете. Это самый старший аркан, самый заключительный аркан. Это сочетается все, все самое лучшее. Вы достигнете, вы сможете, вы, может быть, обратитесь к специалисту. Может быть, ко мне, а может быть, кому-то к другому. Вы пройдете чистки и будет вам счастье. Но вот я вам сразу хочу сказать, у кого вот этот вот расклад выпал, да, идет карта кратника. Запоминайте, как нужно будет почиститься. Попробуйте самостоятельно. Открывайте у меня плейлист, называется «Практическая магия». И находите три видео. Первое – это кратник, отсекаем, отжигаем, отливаем. Второе – перекид, найк, печень. И третье видео – это сильнейшая чистка, порчи кратника с глазом. Вот эти вот три видео вы смотрите следующим образом. 40 дней подряд на убывающую луну начинаются, все чистки начинаются на убывающую луну. 40 дней подряд. Затем один раз в три дня вы смотрите два месяца. И затем один раз в неделю до полутора лет. То есть полностью курс чистки полтора года. Смотреть лучше всего в вечернее или ночное время эти чистки, когда вы переделаете все дела, чтобы вам никто не мешал. Смотреть больше можно, меньше нельзя. Это всегда я говорю. Любые чистки не бывают. Чисток за три дня. Ну, не бывает на моей практике, ну, не бывает такого, поверьте мне. Любые чистки минимальный срок – это полтора года. Полтора года, а бывает и три, и пять, и десять. Но это не значит, что вам надо будет полтора года сидеть и ждать. Нет, уже начинаются хорошие моменты в вашей жизни, они могут быть и через месяц, и через два, и через полгода. Но чистки надо продолжать. Их нельзя останавливаться, потому что Вселенная как дает, так и забирает. Поэтому, вот у кого этот расклад, и вы чувствуете, что новоскрадник, напрямите к сведению, я вам сказала уже рецепт, как почиститься самостоятельно. Ну, а потом можно обратиться ко мне по восстановительной терапии. Я вам подскажу по вашей вере, как нужно будет восстановиться. Ну, а кто хочет обратиться ко мне лично, пожалуйста, милости прошу. Вайбер, ватсап в описании к этому видео вы найдете. Пишите смс, звонить не нужно. Звонки я не принимаю на этот номер. Точно так же смски на телефон я не принимаю. Только вайбер, ватсап. У кого нет вайбера, ватсап, пишите тогда мне в соцсети. Это Facebook, Вконтакте, Одноклассники. Ещё Инстаграм, но в Инстаграме я бываю крайне редко. Поэтому вот на эти соцсети, пожалуйста, пишите. Вообще отвечаю я очень быстро. И потом мы договариваемся о приёме, и я провожу приёмы. Я надеюсь, вам эти расклады и советы мои были полезны. Я вас всех очень-очень люблю, дорогие мои друзья. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok